12 января в Стамбуле на площади Султан Ахмед произошел взрыв, погибло 10 человек, еще 15 человек ранено. У нас на связи из Стамбула Елена Пашкова. Здравствуй, Елена. Добрый день. Добрый день. Итак, взрыв, довольно громкое событие, всегда громкое, тем более теракт, как сообщают. Где ты была в это время? Я была на работе, честно говоря, информацию сразу получить не удалось. Единственное, обратила внимание, что появились патрули полиции, которых обычно в таких местах не заметишь. Потом позвонили друзья, в интернете сразу вся информация, в общем, было страшно. Местные жители как это воспринимали? Полованика не было? На улицах, конечно, стало меньше людей, потому что сразу появилась информация, что, скорее всего, будет серия взрывов. Все ждали второго, третьего взрыва. Естественно, они не знали, где что произойдет, поэтому везде была полиция. Люди как бы, да, сидели по домам, у кого была возможность свернуться с работы, многие пошли домой в этот день. Сообщалось, что султан Ахмед – одна из самых популярных туристических точек. Соответственно, это так? Вообще, чем там туристы занимаются? Да, конечно, там расположены несколько крупных мечетей. Голубая мечеть, Айя София. Там постоянно присутствуют туристы со всех стран мира. Очень много отелей, хостелов, апартаментов. То есть, туристическое место, достопримечательности. 24 часа в сутки там присутствуют люди, поэтому можно было ожидать, что это место может быть опасно. И там может что-то произойти. По количеству жертв 10 человек погибло, 15 ранено. Кажется, что все-таки не очень много там было народу. Не то, чтобы столпотворение. Там обычно сколько примерно? Ну, там сотни тысяч. Дело в том, что там очень большое пространство. И на нем, как правило, располагаются туристические группы. То есть, какая-то экскурсия с гидом. То есть, как раз могут быть группы по 10-20 человек. Видимо, просто террорист вошел внутрь и совершил теракт. В России после терактов всех призывают оставаться дома или вот как раз не появляться в местах, где очень много людей. Как себя вели турецкие власти? Что говорили? К чему призывали? Призывали проявлять длительность, обращать внимание на подозрительных людей. Но, естественно, мы понимаем, что Стамбул это 20-ти миллионный мегаполис. Все сразу вернуться домой не могут. Потому что есть, конечно, охраняемые места, где рамки, металлоискатели. Но в то же время по городу ездят тысячи автобусов, метробусов, трамваев, где никакого контроля нет. И можно было ожидать, что следующий взрыв произойдет именно в таком месте. Собственно, не так и ожидали. Но, слава богу, больше взрывов не произошло. Но в то же время в эти дни безопасность не ослабевает. Точно так же на улицах наряды полиции есть вероятность, что произойдет еще один теракт. Но город живет такой же жизнью. Или все-таки люди стараются уйти в отпуск, я не знаю, не выходить на улицу. Ну, конечно. Но в то же время люди понимают, что практически неконтролируемая эта ситуация. Что может произойти все, что угодно, где угодно, в любое время. Невозможно постоянно сидеть дома. Людям нужно работать и просто надеяться на то, что обойдется. В принципе, как и в России. Сообщалось, что к теракту может быть причастна запрещенная в России ИГИЛ. Соответственно, вопрос такой. Как Турция вообще жила и живет, зная, что с ней граничит страна, где идет война с радикальным исламом. И война, кроме того, между оппозицией и властью и так далее. Да, рассматривается несколько версий. На самом деле, на востоке Турции очень часто происходят теракты. Но там в них обвиняют рабочую партию Курдистана. Если вы знаете, там на востоке конфликт. Хотят создать собственное государство и так далее. В этом теракте тоже рассматривается несколько версий. Одна рабочая партия Курдистана, вторая исламское государство. Собственно, граждане все обвиняют в произошедшем сирийцев. Потому что последний год, особенно, буквально неконтролируемый поток пошел за иммигрантов. Людей, которые зачастую с поддельными документами приезжают. То есть даже реальное имя человека иногда установить невозможно. И они уже здесь, на легальных основаниях. То есть отследить, кто эти люди, чем они занимаются, невозможно. Буквально месяц назад, наверное, произошел случай. Во всех газетах и СМИ это освещалось. В одном из районов города, дома, собирали взрывные устройства как раз этими сирийскими иммигрантами. Поэтому очень сложно отследить. Даже для спецслужб, я думаю, если нет реальной информации о человеке, о том, кто эти люди на самом деле. Как-то изменилась обстановка из-за беженцев? Стало больше преступлений, нападений? Ну, конечно, обстановка изменилась. Турки высказывают недовольство, потому что они буквально повсюду. Очень вырос оборот наркотиков, преступления, грабежи и так далее. Вся нелегальная деятельность, попрошайничество. Естественно, местные жители недовольны такой ситуацией тем, что им выделяется пособие, им выделяется жилье. Но, тем не менее, у этих людей нет желания работать. Они выбирают такой путь нелегальный. Не пытаются как-то обосноваться в обществе. Поэтому, конечно, есть недовольство политикой правительства и тем, что происходит. И требуют решения ситуации. Тем более, в свете последних событий, когда был договор с Евросоюзом о том, что будут приниматься все беженцы. Все беженцы и Турция как бы станет буферной зоной. Их основная задача не пускать дальше в Европу в обмен на материальную помощь со стороны Евросоюза. Турки не поддерживают эту политику, потому что опасаются, что страна превратится в какой-то лагерь исламского государства. Мы знаем, что Стамбул представляет большой интерес как город для исламского государства. Они не раз это заявляли. 13 января турецкие власти задержали трех россиян, которых они подозревают в причастности к теракту. Соответственно, что об этом говорят турецкие СМИ? Что известно про этих людей? На самом деле, в СМИ информация очень ограниченная, потому что запрещено делать какие-либо публикации до официального объявления, официального результата проследования этого теракта. Естественно, чтобы не нагнетать обстановку, потому что мы знаем, как я сказала, Стамбул огромный город, очень много разных течений, поддерживают разные партии, социалистическую партию, правящую партию и так далее. Чтобы не было никаких выступлений, мы знаем, что сейчас любая демонстрация, это потенциальный объект для еще одного взрыва, еще одного теракта и так далее. Поэтому СМИ информация очень ограниченная, но то, что говорят обычные люди, они больше склоняются к версии, что это был взрыв со стороны сирийских граждан или людей из исламского государства. О гражданах России не говорят, но опять же мы знаем, что гражданин России, это понятие очень расплывчатое, не все люди, имеющие российский паспорт, являются россиян, являются русскими и так далее. То есть мы не знаем тоже, опять же, кто эти люди. В России СМИ сообщают, одни сообщают, что это был гражданин Сирии, другие говорят, что это был гражданин Саудовской Аравии. Есть какая-то доминирующая позиция в Турции? В Сирии все-таки? Ну, в Турции, по последним данным, это был, да, действительно арабский гражданин. Но в России мы знаем, что СМИ работают на пропаганду, в основном, главное, сейчас настроить эту, обернуть эту ситуацию против Турции, опять же, что здесь опасно. Поэтому, естественно, будет даваться любая информация, непроверенная. Турецкие власти никакой официальной информации не дали, кто совершил этот теракт. Пока это на уровне слухов, на уровне версий. Как отразилась вот эта ситуация с задержанием граждан России на отношении непосредственно к русским? К русским по-прежнему относятся хорошо, и после этих инцидентов с самолетом, и после этих терактов никаких проблем не было, никаких, как бы, как сказать, косых взглядов, ничего такого не чувствуется абсолютно. Все хотят сказать, что здесь безопасная страна, всегда двери открыты для русских и для любых других национальностей, для туристов. Мы знаем, что в мире глобально сейчас эти теракты, они произошли и в Париже, и в Мали, и где угодно, это может произойти завтра. Поэтому это проблема не только Турция, это проблема всего мира уже. Турки, когда господин Радоган рассказывал, почему сбили самолет, говорили, не летайте на наши территории, тем не менее, вот к самой военной операции России в Сирии какое отношение? К военной операции России в Сирии отношения со стороны граждан, я думаю, как бы граждане здесь не особо включаются в эту политику, которая на высоком уровне, они более приземленно смотрят на вещи, на подорожание цен, подорожание бензина, миграционная политика, все эти беженцы, попрошайки на улицах, их интересуют намного больше, чем военная операция. Как результат мы видим, что туризм практически для русских граждан, естественно, для обычных турков это очень важно, бьет по их карману, по их работе, многие потеряли работу, потому что многие заняты в туристическом секторе, и на юге Турции, и в Стамбуле тоже. Русские туристы все-таки составляли большой приток денег и возможности заработать для турков. С точки зрения официальных средств массовой информации, есть какое-то отношение? Потому что у нас очевидно, у нас рассказывают о том, какие турки плохие, а мы хорошие, потому что мы, значит, воюем в Сирии. По турецким каналам, как описывают эту ситуацию? Я могу сказать, что в первые дни уже была опровергнута эта версия, которую выдвигала российское телевидение, российский чиновник о том, что самолет ничего не нарушал. Были предоставлены точные данные геолокации, согласно которым видно, что действительно самолет залетел на неподконтрольную территорию, туда, куда он не имел права залетать. И, ну, естественно, это военная ситуация, там буквально счет идет на секунду, и я думаю, не было времени там позвонить Путину или позвонить Эрдогану, грубо говоря, и узнать, стоит ли его сбивать. У военных на этот счет есть приказ, и как бы он был выполнен. Результат, который это принесло, мы видим. Конечно, сторону России никто не поддерживает, потому что эти действия слишком радикально из-за самолета. Я немножко спрашивал о другом. Итак, у нас из Турции сделали врага номер буквально один. Украина и Америка уже не такие враги, как Турция. Для местных турецких СМИ сообщение про Россию, это сообщение о том, что Россия плохая, в России что-то не так, или они просто описывают свои, в первую очередь, проблемы? Честно сказать, никаких передернутых сообщений, каких-то передернутых фактов я не читала. Все сообщения, они просто описывают действительность. Например, то, что Россия не выдает визы пилотам авиакомпании Pegasus, Anurair, удалось решить только с турки Шейрлайнс. Многие граждане истребляют, потому что вот уже 20 дней не совершаются полеты. То есть граждане оплатили деньги и рассчитывали улететь на родину, либо вернуться в Турцию, и не могут это совершить, потому что российское государство, видимо, ставит препоны для получения виз, какие-то формальные поводы для отказов. Потом с продукцией было очень много проблем, с продукцией, которая уже была отправлена в Россию. В Турции, буквально в Стамбуле, раздавали на улицах те фрукты и овощи, которые должны были быть отправлены в Россию, были возвращены с границы. Была возможность буквально набрать апельсины, помидоры, всего что угодно. Я считаю это правильно, потому что государство думает о своем народе, и не ставит какие-то там, не хочет показать свои замашки, и просто решает ситуацию так, как она разворачивается, исходя из этого. Многие называют Эрдогана, в общем, человеком, который не сильно-то отличается от Владимира Владимировича Путина. Вот так, внутренняя политика разная или нет? Ты же можешь сравнивать? Ну, конечно, правительство Эрдогана тоже перегибает палку во многих моментах. Граждане Турции многие тоже недовольны. В первую очередь, это сирийская проблема в последние годы, и рост цен, также скачок курса доллара и евро. Естественно, есть проблема определенная, но такого просто, такой катастрофической ситуации, как в России, честно сказать, я не вижу, потому что есть возможность у людей работать, зарабатывать, жить достойно. Качество дорог, качество жизни, качество продукции, уровень цен все равно это на другом уровне по сравнению с Россией. Да, конечно, жизнь тоже нелегкая, как и в России, но таких катастрофических проблем я не вижу. И граждане Турции, они просто, как говорится, не с чем сравнивать. Если они сравнивают с Европой, то, конечно, да, есть проблема. Если сравнивать с Россией, то здесь уровень жизни на порядок выше. Ты сказал, что раздавали продукты на улицах. Вот у нас после того, как введены были Кремлем антитурецкие санкции, у нас повысилась инфляция довольно сильно в магазинах, подорожали все продукты, которые так или иначе были турецкие, то есть их заменители выросли в цене. А по поводу Стамбула, по логике вещей, продукты, которые не вывозили в Россию, должны были подешеветь? Или все сохранилось так же? То есть что-то с продуктами происходит, инфляция там сохраняется или нет? Ну, здесь наблюдается сезонность на цены на овощи и фрукты. Остальная продукция с Нового года, я не заметила какого-то повышения цен. То есть могу сказать, что цены на хлеб, на молоко, на жизненно важные товары потребления, они остались такими же, даже на 5 копеек я не видела, чтобы цены повысились. Ну и напоследок спрошу. Опять же, после ситуации с бомбардировщиком, в России была объявлена война с турками, ну, какая-то не совсем открытая война. Ну, например, на проспекте Кирова у нас очень быстро поменяли вывеску турецкого тандыра. Ты, наверное, видела ее и знаешь прекрасно. Теперь это бистро-тандыр. И фразы турецкие отовсюду старались вычеркивать, убирать и так далее, и тому подобное. Что-нибудь подобное с русскими заведениями, с русскими товарами, с русскими какими-то бизнес-структурами в Турции происходит? В Стамбуле, честно сказать, я не видела ни одного русского товара или русского заведения, потому что, видимо, нет такой необходимости. Очень много своих товаров в приемлемом качестве и по приемлемой цене. Нет необходимости что-то импортировать из России. Ну, что это может быть продукты питания? Ну, это смешно, когда наоборот идет поток в обратную сторону. Нет никаких ущемлений, прав, ничего такого не замечаю, ничего этого нет. Как бы на ситуацию реагируют адекватно, исходя из того, что делает российская сторона. Конечно, это сюрпризов для турецкой страны. Все эти возвраты продукции и так далее. Хорошо. Так что, надеемся на то, что отношения между странами наладятся? Или нет такой надежды? Вы знаете, надежда есть, конечно, всегда. Но что-то мне подсказывает, что скоро появится новый внешний враг, потому что проблемы России нужно чем-то объяснять. Как вы сказали, была Америка, Украина, теперь Турция. Потом опять с кем-нибудь поссоримся. Надеемся просто, что переключится на какую-то другую страну. И как бы Турцию оставят в покое. Но если говорить серьезно, это все не смешно. Это не внутренняя политика России. Это просто какое-то, не знаю, отфутболивание изменения темы, как это любит делать наше правительство. Поэтому будем надеяться на конкретные изменения, крупные, масштабные в России, чтобы не нужно было искать внешних врагов, чтобы наконец-то кто-то разобрался со внутренними проблемами России. И на самом деле, действительно, полностью. Спасибо большое. Елена Пашкова у нас была на прямой связи из Стамбула.